Здравствуйте! В эфире передача в областном совете. С вами Ольга Родионова. Сегодня в программе. Почти полумиллиарда рублей на поддержку здравоохранения депутаты внесли изменения в бюджет. Один из главных вопросов, который стоял на сессии, это социальные выплаты нашим медикам и социальным работникам, которым работает в зоне риска с коронавирусом. Получить материальную помощь на основании социального контракта смогут больше липецких семей. Самое главное – это руки, желания, трудолюбие. Реабилитация водных объектов региона – самое масштабное зарубление в истории области. 400 тысяч штук малька мы выпускаем в наше Матырское водохранилище. А теперь подробнее. На поддержку здравоохранения депутатов облсовета дополнительно направили почти полмиллиарда рублей. Такое решение принято на очередной 47-й сессии регионального парламента. Всего доходы и расходы областной казны увеличены более чем на 1 миллиард рублей. Значительное средство предусмотрено сегодня на поддержку больницы-поликлиник дополнительно около 180 миллионов рублей. 40 миллионов рублей выделено на предоставление льготникам необходимых медикаментов. В том числе на бесплатные лекарства пациентам, которые лечатся от коронавируса дома. Они будут выдаваться в сети государственных аптек по рецептам врачей и фельдшеров. Депутаты также выделили дополнительные средства на закупку оборудования и вакцину от гриппа. Почти 188 миллионов рублей направили на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Стимулирующие выплаты также получат соцработники, которые оказывают услуги таким пациентам. Один из главных вопросов стоит это сохранение здоровья наших граждан, наших жителей Липецкой области. И также сегодня мы рассматривали в бюджете, один из главных вопросов, который стоял на сессии, это социальные выплаты нашим медикам и социальным работникам, которые работают в зоне риска с коронавирусом. Также выделены средства и немалое количество на получение лекарств, на закупку лекарств. Они должны быть в каждой аптеке, в необходимом ассортименте и в необходимом количестве. Поэтому ситуация, даже если какие-то были там издержки, должна быть в ближайшее время поправлена. Наша область также получила из федерального бюджета почти 535 миллионов рублей на ремонт и строительство дорог. Свыше 360 миллионов предусмотрено на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, дополнительное средство, выделенное на пособие для безработных и на организацию бесплатного горячего питания младших школьников. Такие изменения в бюджет региона депутату утвердили большинством голосов. С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2020 году составят свыше 70 миллиардов рублей, расходы – почти 78 миллиардов рублей, дефицит – 7,5 миллиардов рублей. В Липецкой области изменили условия заключения социальных контрактов. Получить такую социальную помощь смогут больше липчан. Наш регион – один из лидеров в практике внедрения социальных контрактов. Ими воспользовались уже более 2,5 тысяч семей. Кому-то предоставили материальную помощь на открытие собственного дела, кому-то на переобучение и трудоустройство. Хозяйство Натальи пока небольшое, но уже прибыльное. Его продукцию, молоко, масло и сметану знают и любят и в самой Красногорке, и в соседних населенных пунктах, и в грязях. Началось все совсем недавно – с заключения социального контракта и приобретения одной коровы, а деньги, выделенные государством. Нам все подробно объяснили, очень к нам дружелюбно отнеслись, огромное им спасибо. Ну и подали документы соответствующие, купили корову, нужное необходимое оборудование, мотоблок, косилки, все, какое нужно было оборудование. Ну и начали заниматься. Потом поняли, что одной коровки маловато. Смысл социальных контрактов – адресно помочь тому, кто в этом нуждается и имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Пример Натальи – открытие собственного дела – это лишь одно из направлений, по которым оказывается такая социальная помощь. Самое главное – это руки, желание, трудолюбие. 10,5 тысяч рублей в рамках соцконтракта можно получить во время поиска работы или на преодоление трудной жизненной ситуации. До 30 тысяч рублей предоставляют на переобучение. Депутаты областного совета на последней сессии упростили условия, при которых заключаются такие социальные контракты. Чтобы воспользоваться этой помощью, смогли как можно больше малообеспеченных липецких семей. Были пересмотрены условия в части наличия жилого помещения и недвижимости и земельных участков. Так, например, если одиноко проживающий гражданин имеет единственное жилье, то норматив был увеличен до 60 квадратных метров в городе и до 80 в сельской местности. А вот площадь земельного участка, который используется нашими жителями для садоводства или огородничества, вообще теперь не будет браться во внимание. Кроме того, можно иметь гараж площадью до 30 квадратных метров, а также недостроенный объект на земле, которая предназначена для жилищного индивидуального строительства. Кроме того, пересмотрены требования по наличию автомобиля, его возраста и мощности. В 2020 году на реализацию программы заключения социальных контрактов в бюджетах разных уровней было предусмотрено почти 600 миллионов рублей. Подробную информацию по социальным контрактам в регионе можно получить в единой диспетчерской службе по телефону 8 800 450 48 48, добавочный 2, или в МФЦ. Предварительная запись по телефону 522 142. На очередной сессии депутат облсовета также изменили закон о детских пособиях. Большинство поправок разработано по обращениям жителей. Принятый документ увеличит число получателей таких выплат. Сегодня полностью исключаются критерии нуждаемости при назначении пособия семьям, воспитывающим детей инвалидов. Также пособия на ребенка смогут оформить многодетные семьи, имеющие транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Ранее пособие назначалось, если в семье был автомобиль с меньшей мощностью двигателя. При назначении выплаты не будут учитываться машины, полученные семьями в качестве подарка и автомобилей, имеющие год выпуска 10 и более лет. Кроме того, статус индивидуального предпринимателя у одного из членов семьи теперь тоже не препятствие для назначения пособия. Липецкие экологи завершают реабилитацию реки Воронеж. Она проводится в рамках национального проекта «Экология». Последним этапом стало зарыбление Матырского водохранилища. В экологической акции приняло участие спикер Ублсовета Павел Путилин. В Матырское водохранилище запустили речных коров, так называют белого амура. Эта рыба поедает водную растительность и защищает водоем от зарастания и заиливания. Для этих целей также используют белого толстолобика. Реабилитация водоемов региона стала частью национального проекта «Экология». Только на то, чтобы привести в порядок реку Воронеж, из бюджетов разных уровней, было выделено 110 миллионов рублей. Мы уже делаем это несколько лет подряд. По-моему, это 10-й или 11-й запуск в моей памяти выпускаем рыбу. Здесь уже сегодня есть толстолобик весом 60 килограмм. Огромная рыба, которая выходит тогда, когда штиль с таймой. Здесь просто залюбоваться можно. Сегодня это еще дополнительный вклад в это природоохранное мероприятие. Всего в Матырское водохранилище выпустят 400 тысяч мальков. Это зарыбление станет самым масштабным за всю историю региона. Отсюда рыба распространится по всей акватории реки Воронеж. Во время работ по расчистке ей был нанесен так называемый законный ущерб. Сегодня эти потери компенсируются. Одним из основных технических этапов, который является, это, конечно, расчистка и дно углубления, где параллельно осуществляются работы по изменению берегов дна и возвращению их к природному естественному рельефу. Дополнительно обязательно расчистка и берега укрепления. Мы в том числе посадили более 7,5 тысяч растений на берегу реки Воронеж. Дальнейший процесс зарыбления и то, как эти мальки приживутся в новом доме, будут контролировать специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Если мы берем статистику, то за последние годы, с 2017 года, год от года, в территории области увеличивается количество выпусков водного бересурса. Это и Белый Амур, это и Белый Тастолобик, это и Сазан. Достаточно большой был скачок в прошлом году, и в этом году, в конец года, я думаю, что тоже мы статистику увеличим. В этом году также расчищены водоемы в Красненском и Тербунском районах и в Лебедяне. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» будет проведена эко-реабилитация рек Сосна, Красивая Меча и Дон. На сегодня это все. Актуальные новости о работе депутатского корпуса читайте на сайте облсовет.ру, а также на официальных страницах регионального парламента в социальных сетях. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.